Вышли, короче, посреди ничего. Человек съехал вот налево. У него там, видимо, своя ферма. Чем-то напоминает местность, когда мы ехали по китайскому Тибету. И коровы черные везде ходят, заборчики, трава, луга, горы и одна дорога. И люди такие, проезжающие, что такое, what the hell? И короче, ну не знаю, но все равно люди какие-то попадаются, что-то подвозят. Но местное население белых человечков не особо спешит нас приветствовать. Как-то они очень аккуратно и настороженно на нас смотрят. Только вот молодой парень нас сегодня подвез. Вчера мексиканец и сегодня ингеец. Все как-то вот так вот. Мы все тут грешим на белых людей в Колорадо. Но на самом деле, человек, который нас сейчас подвез, он не с Колорадо, а с Пенсильвании. Это район Нью-Йорка. В принципе, восточная часть, где говорят, что любят Крампа, а значит и автостоп там должен быть плохой. Но человек подобрал нас, говорит, ну как-то я тоже путешествовал. И вот как-то мне люди очень много помогали. Я решил помочь вам, угостить обедом. Погнали, покушаем пиццы. Вот сейчас мы в пиццерии, в такой баре. Это не очень распространенное место, точнее заведение в США. Больше Макдональдс, Subway, ну fast food. А вот такие заведения, они считаются уже рестораном. То есть у нас это просто пиццерия, а здесь в ресторан. В общем, тут куча кружечек. Говорит за кружечек. Короче, кружки тут можно, можно купить кружку и оставить здесь, и вот оно будет подписано твоим именем. И может быть, ты иногда будешь сюда приходить и брать свою крошку, вот свою индивидуальную, которая висит на твоей вешалочке. Такое интересное, атмосферное местечко. Нашли место недалеко от Крейга. Тут парк какой-то. Ну и сейчас пойдем в Дебри, искать себе место под палатку. Я думаю, тут нормально. Дядька подвез нас прям вот сюда, еще пиццы с собой в дорогу дал. Ну, в общем, все круто. Зря мы жаловались на Колорадо. Тут все, в принципе, нормально. Просто Вселенная вела нас своим путем. А мы такие бесились уже. Ну, мы нетерпеливые. Я думаю, Вселенная нас простит. У меня сегодня под вечер было ужасное физическое состояние. Думала, что уже никуда не смогу сегодня двигаться, автостопить. И уже мы искали даже место в Миккоре под кемпинг. Но что-то нас все же дернуло. Мы такие, может, еще один шаг. Доедем до вот этого побольше города. Купим, может, продуктов хороших, каких-то овощей, фруктиков. И куда-то уйдем подальше. Станем на несколько дней возле речки, чтобы я перезагрузилась, как-то настроилась опять на путешествие, на хорошее состояние. Вот. И мы таки сделали это. Мы все же, я подняла себя как-то духом. И мы все же начали стопить. Даже сначала какой-то автостоп был плохой. Я еще такая все стою, прям холодно. Я стою и потею. Чувствую, как у меня живот болит, как это все. Думаю, е-мое, да что ж такое? Сколько можно. Вот. И хорошо, что нас индианец подвез в какое-то хорошее место. И тут сразу же вот этот начался дождь. И нас подобрал Роб. Вот этот парень, который, собственно, нас до сюда довез. Очень-очень интересный человек. Вот с Пенсильванией. Интересно было с ним поговорить. То есть он сам когда-то путешествовал. Сейчас он в Гранд-Джакшене. Сейчас он в Гранд-Джакшене занимается рафтингом, вот всякими сплавами, не знаю, хайкингом, велотурами. То есть тоже такой свой человек. Но сейчас у него на лето есть хорошая работа там. Он тоже то ли что-то там чинит, то ли еще чего-то. То есть иногда он говорит, что хорошие деньги попадаются, хорошая работа. И он соглашается на это. Но он очень любит всякий вот такой туризм. Человек только говорит, я в Америке насколько уже давно не видел хичкай. Вот этих путешественников, хичкай хайкингов. И говорит, я даже не ожидал увидеть людей вот среди этой пустыни, среди этого ничего. И тут как будто вы меня нашли. То есть не я вас нашла, а вы меня нашли. Он нас с удовольствием подобрал, был очень рад. И такой, так, сегодня идем праздновать. Потому что я путешествовал очень много сам раньше автостопом. И мне очень приятно вот это вот встретить таких же людей. Нашли вчера классное место за городком Крейгом. Тихое, спокойное, возле речки. Лиса тут утром пробежала. Вон на том берегу сидит большой бобер коричневый. Вчера вечером он тут ходил, хвостом хлопал, а рыбу, видимо, себе ловил. Олени ходят, козы, птички поют. И мы такие с Никитом думаем, вот это классно. Вот это вот мы не зря приехали в Америку. Хотя бы здесь мы увидим в настоящей, в дикой природе, в живой природе настоящих животных. Которые живут просто своей жизнью. Не боятся людей, не боятся городов. Несмотря на то, что мы не так уж далеко ушли. То есть, ну тут до города, я не знаю, полчаса и мы уже в центре города. Или минут десять, да. Да. Вот. Но самое интересное, это не то, чтобы тут вообще охота запрещена. Тут вообще очень много на самом деле охотников собирается, когда охотничий сезон открыт. Да. Тут бегают толпы просто с оружиями. Городки просто наполнены людьми с оружием. Вот. И здесь очень много убивают даже не ради мяса, а просто ради чучел. Но, несмотря на это, животных тут просто немерено. И вот ходишь, и можно смотреть, как будто ты в зоопарке в каком-то. У нас в России, я вот вспоминаю, когда я тогда забрался и браконьеров встретил. То есть, там машина один раз в неделю ездила. Грунтовка в глуши, прямо в центре Карелии, Архангельской области. И там мы еще, я помню, с этими ребятами плыли на моторной лодке чуть ли не целый день. Нашли одного бобра. Одного бобра нашли. А здесь вот, отошел по парку прогуляться, и везде бобры сидят, олени ходят, белки, орлы. Все, что не хочешь. Да, вчера, кстати, такого красивого белоголового орла видели. Прям настоящего, как на каких-то американских плакатах. Вот прям такой здоровезный просто, я не знаю, наверное, в половину меня. Если бы он открыл свои крылья, то я бы мог бы меня, наверное, утащить. То есть, удивительно. Ну да, тут очень много этих охотников. Но это очень популярно здесь, вот эта охота, hunting, они тут это называют. Но говорят, что это все очень порядочно. То есть, все делают в свой сезон. То есть, очень редкие люди охотятся, когда нельзя охотиться, да? То есть, когда... Да, да. То есть, это Америка. Скорее всего, они тут просто поддерживают права. То есть, я понимаю, что в наших странах просто... Они, наверное, круглогодично выбивали этих животных, не давали им жизни. То есть, все ради какой-то, может, кожи, рогов, мяса или еще чего-то. То есть, абсолютное неуважение к животным. То есть, уничтожили. То есть, я понимаю, что в Америке очень популярна охота. И тоже стреляют этих животных, вылавливают, еще чего-то. Но, несмотря на это, их очень тут много. Я не думаю, что это какой-то такой особый континент, где они так нереально тут плодятся. И просто за год все восстанавливается. Я думаю, что все же люди как-то тут более уважительно относятся к животными. Это просто нереальное чувство. Это такое волшебство. Это такое удовольствие видеть вот этих бобров. Вчера от нас, не знаю, 2-3 метра бобер. Мы просто тихонько стояли вечером, смотрели, как он охотится своим хвостом. И он мог бы быть очень напуган и, например, как-то слышать какие-то шорохи и убежать от нас. Он не особо боялся нас. И поэтому у нас была возможность очень близко стоять и наблюдать, как он охотится за этими оленями. Я не знаю, тут в этой местности, в Колорадо, просто целая туча. Наверное, этих коз, оленей. Наверное, кого мы еще не видели, это медведя, чтобы тут ходил. Я тут тоже добавлю. То есть я катался и по Архангельской области, и по Карелии, где реально много медведей. То есть люди рассказывают, что медведи приходят на помойки, которые находятся на окраине поселков, чтобы попитаться. Но там я так сильно медведей не боялся. А здесь даже вчера купил за 30 долларов спрей от медведей. То есть газовый баллончик такой перцовый. Потому что здесь животные не боятся людей. Здесь они могут очень близко подходить. Они не такие пугливые, как в наших странах. Поэтому здесь они гораздо опаснее. Вчера нас Роб угостил пиццей. Но она слишком большая, чтобы ее скушать. То есть два кусочка вполне достаточно. Три, чтобы обожраться. Ну и пол пиццы мы взяли с собой. Как ни крути, ночи сейчас холодные. Поэтому пицца остыла. И на завтрак ее не очень приятно кушать холодной. А вот горячая пицца это самое то. И вот пергамент, который является подложкой в упаковке с пиццей. Хорошо проводит тепло. И вот таким вот образом пиццу можно разогреть на костре. Еще немного. И я наверное смогу этот объектив разбирать, как военные разбирают калашников. Потому что он у меня очень часто ломается. В отличии от калашникова. Это как его. И клинит. Поэтому чуть ли не в походных условиях. Чуть ли не на коленке. Его периодически приходится разбирать. Чтобы почистить. Убрать откуда-то песок. То есть объектив новый стоит где-то около 300 долларов. В принципе для объектива это не такие уж и большие деньги. Но, блин, это же Canon. И он так плохо работает. Это очень обидно. Очень обидно. Но делать нечего. Это у нас то, что есть. И другого мы сейчас себе позволить не можем. Поэтому приходится ремонтировать. В общем уже так часто использую эту отвертку, что даже она уже стерлась. Приходится ее подтачивать. Изменять профиль. Чтобы подтянуть маленькие болтики. Потому что сточилась отверточка. Так часто я ремонтирую этот объектив. Но он снова в строю. Вот. Теперь у нас не только широкоугольник есть. На который можно только издалека снимать. Либо наши моськи, так сказать, сблизи. А полтинник. На полтинник получаются хорошие фотографии. Такие портретники. Ну то есть объектив портретник. Поэтому им можно в принципе, если где-то далеко природа ее снимать. Где-то далеко животные бегают. Тоже гораздо лучше получается, чем на широкоугольник. Потому что с широкоугольником близко к животным не подойдешь. Вообще в идеале я сейчас понимаю, что было бы хорошо иметь 24-70 объектив. Вот. Когда в начале я закупался оборудованием. Я начитался многого, чтобы неплохо иметь. Широкоугольник. Потом полтинник. И еще телевик какой-то. Типа. Потому что если там фокусное расстояние перекрывает три вот эти вот зоны. То есть ширик нормальный и телевик. То такие объективы не очень хорошие. Но я понимаю, что в путешествии. Универсальность объектива гораздо важнее. Качество. То есть там может быть. Там такое качество. Ну то есть оно может быть. Если и искажается. То так незаметно, что это не важно. Гораздо важнее. То есть если у тебя там стоит ширик. И вдруг ты увидел вдалеке животного. Пока ты этот телевик достанешь. Пока ты его включишь. Животное убежит. Пусть там будут какие-то небольшие аберрации. Или я не знаю. Дисторсия. Или еще какая-нибудь хрень. Но это не так важно. Важнее поймать кадр, нежели вот эти вот мелкие нюансы. Которые могут увидеть только профессионалы на хорошем мониторе. Или на большом плакате. Вот. Но у меня есть то, что есть. И приходится работать с тем, что есть. Полтинник это очень хороший объектив. Потому что он вполне себе универсальный. На него делать хорошо и портреты. В принципе на него можно делать и пейзажи. Единственное, что селфи не очень на него удобно делать. Ну и то. Это можно даже исправить при помощи штатива или монопода. Вот. Так что это вполне себе универсальный объектив. Очень хороший, компактный. Что самое главное. Светосильный, быстрый. Но у Canon он некачественный. Ну, быстрый из-за того, что ультразвуковой мотор. Светосильный. Потому что 1.4 диафрагма. Вот. Хороший объективчик. Хороший. Нет, не хороший. Мы его любим. Ну он, падла. Такой ломучий. Такой ломучий. Вообще я не знаю, как с тобой жить дальше. Работай, я тебе говорю. Хрупкий очень. Нежний. Домашний. Это домашний объектив. Фиксы. Это для студии. Это для студии, а не для путешествия. Он очень пыль сосёт из-за того, что вот этот вот хобот высовывается. И если сюда пыль попадает, она обратно раз и засосалась. И всё. И может и в матрицу попасть. Вот. А вот такие тут нужны профессиональные объективы. Типа Элька. Да. Чтобы закрыто всё было. Ну у меня была Элька 16-35, которую я обменял на деньги. Чтоб найти мою Эльку. Которая для меня теперь дороже любого объектива. Вот. Элька. Продолжение следует...